Добрый день. Вы по какому вопросу? Могу ли я пройти в росту полиции? По какому вопросу? По вопросу трудоустройства. Хорошо, ваши документы. Бронежилет, рация, личное оружие. Всё больше мужских профессий привлекает внимание женщин. Метко стрелять, защищаться от нападения. Этими приёмами овладела Вера Клёкта, полицейский водитель Щёлковского отдела вневедомственной охраны. С улыбчивой сотрудницей мы познакомились на первом посту. С детства это хотелось помогать, конечно, людям. И я пошла в милицию. Как могу, конечно, я помогаю. И не только, когда я оформлена, но и без формы тоже. В органах Вера служит 13 лет. Вместе с мужем Алексеем подавали документы в отдел кадров полиции. Супруг – старший в группе задержания. В наши обязанности входят охрана объектов, имущества, государственных учреждений, соответственно, общественный порядок охраны. Это самое важное на самом-то деле. Недовольствия какие-то. И, соответственно, мы вызываем группу задержания. Ребята приезжают. У нас кнопки тревожные, соответственно, на каждом объекте находятся. В Рио начальника вневедомственной охраны объявил сбор сотрудников. Повод приятный – пятилетие со дня рождения войск Нацгвардии. Регулярные войска правопорядка существовали и в Российской империи. С тех пор прошло 210 лет. Хочу всех поздравить, пожелать счастья, здоровья, семейного благополучия, всех благ, чтобы вас по пути сопровождало только, как говорится, положительные моменты. Памятные подарки получили ветераны вне ведомственной охраны, те, кто на заслуженном отдыхе поддерживает связь с подразделением. От главы округа коллектив поздравил начальника отдела территориальной безопасности Андрей Пеняев в числе награжденных и Вера Клёкта. Ежедневно на боевой пост в городском округе выходит 50 сотрудников вне ведомственной охраны. Обеспечение контрольно-пропускного режима на важных объектах, патрулирование улиц, выезд по тревожным сигналам – вот на таких автомобилях все это обеспечивает Росгвардия. Благодаря этой службе мы чувствуем себя спокойно. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...